дорогие друзья многие из вас слышали о том что существует карма в восточных философиях эта тема обсуждается уже много тысячелетий создаются теории пишутся трактаты существуют целые учения о том что такое карма в других религиях карму используют для устрашения рабов безо всяких философских рассуждений я имею ввиду кроме индуистов делай как тебе велит писание которое я тебе сейчас зачту и когда ты умрешь будет тебе рай и все что пожелаешь в некоторых религиях бог даст даже то что здесь сейчас на земле он всячески запрещает странный бог в этих святых книгах здесь на грешной земле ты должен страдать и во всем себе отказывать и за это там на небесах ты получишь все то что запрещено здесь насколько нужно обладать зашоренным мышлением чтобы в это поверить к примеру один человек говорит другому ты сейчас отдай мне все блага свои деньги жену имущество веселье побудь до пенсии несчастным в лишениях я потом тебе все верну сторицей тем же занимаются банки выдавая кредиты только здесь не деньгами а гораздо более существенным карма существует однозначно но только не в той концепции как описывают манипуляторы ортодоксальных сект и умоблудов размером поменьше карма это сама природа жизни это безусловная функция встроенная в подсознание каждого индивидуума есть хорошая поговорка что посеешь то и пожнешь это коротко о карме в двух словах всякое преступление против своей души части истока части всевышнего с филигранной точностью байт в записывается на жесткий диск долговременной памяти человека в ту область которая частично скрыта от ума некий такой секретный раздел в подсознании каждого человека имеющиеся сия хронология ведется специальным способом и начинает со временем у индивидуума проявляться как чувство вины чаще всего особо узнанно но иногда и подсознательно человек начинает чувствовать к себе презрение и искать оправдание своим действием как правило под личиной таких оправданий как долг самопожертвование ответственность обязанность социальные идеалы настоящесть и конечно патриотизм но то что есть со весть то есть весть от души от истока никак не может одобрить такое оправдание ума поскольку ложь не может быть ничем оправдана по природе самой лжи природу эту понять очень просто поставив себя на место того человека которого вы сознательно обманываете и задав самому себе контрольный вопрос без оправдание того что так лучше для него того человека которого вы обманываете то есть когда вы додумываете за кого-то не вам решать за другого по сути природы души я нет есть мы и тем самым вы лжете сами себе неизбежно наступает чувство презрения к себе как человек это не пытается в себе спрятать она вылезает в сознании то тут то там и начинает медленно пожирать счастье обманщика лжец понимает что он стал не таким каким должен быть он изменился и это изменение явно не в лучшую сторону что-то внутри лжеца затвердевает нет больше той свободной гибкости текучести полета открытости свободы и счастья как раньше это уничижает человека пред самим собой привносит чувство недостойности неполноценности это отделение от от жизненного потока человек ищет самооправданий и просто стоит на берегу реки жизни в раздумьях и печали дорогие друзья у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний неизлечиваемых современной медициной подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео благодарю вас за внимание как может тот кому есть что скрывать быть в единении с другими людьми или человеком он сам отделяет себя от них своим страхом быть уличенным в этой лжи это сильно тревожит его эго тревожит его ум человек всем заявляет о своей хорошести к примеру если вы обманываете своего возлюбленного то вы уже не сможете быть с ним или с одним целом вы уже отделили себя от вашей общной от вашей общности глубоко в вашем подсознании есть зарегистрированный факт вашего обмана предательство и вам приходится это тщательно скрывать возникает дистанция между вами поселился страх и чем больше у вас секретов тем больше эта дистанция тем больше ваш закрытость тем прочнее и выше вырастает стена непонимания теперь общение контакт секс с возлюбленным не дает вам возможности расслабиться и партнеру нет никакой возможности к расслаблению тоже ибо ваша напряженность передается партнеру без слов на ментальном уровне как бы вы не скрывали это просто невозможно скрыть вы напряжены это передается партнеру он тоже напрягается и это еще больше напрягает вас создается порочный круг это дорога в никуда ложь записано ее невозможно стереть нет никакой возможности отмотать кинопленку назад и что-то изменить и теперь вам приходится защищать свою ложь и возникает еще тысяча и одна ложь для защиты первой лжи так человек становится хроническим лжецом это как рак пожирает человека полностью и приводит его к тотальной духовной деградации вот что такое подписать контракт с дьяволом они каплю крови из пальца выдавливать все что делает человек чего он стыдится безусловно регистрируется в человеческом подсознании а подсознание это общая открытая база данных для всех кто вышел из обусловленности человеческого ума если человек делает что-то хорошее это также регистрируется к его человеку чести каждый момент человек творит сам себя либо позор будет являть себя в вас либо благодать и сокрыть это не представляется возможным этот секретный раздел жесткого диска в подсознании не стирается со смертью тела душа приходит домой покидая остановившуюся биомашину вот тут начинается самое интересное то что бесы в рясах называют страшным судом только не бог судит нас на троне с бородой восседая мы сами судим себя предушно они прилюдно представьте себе на минуту что вы уснули и проснулись в некоем месте очень комфортном где вдруг видите всех своих умерших родственников и вообще всех своих почивших знакомых и с удивлением обнаруживаете что вы имеете доступ каждой минуте прожитой жизни каждого из них всех помыслы желания побуждения мотивы страхи страсти и они тоже про вас все знают представьте не бойтесь я понимаю что это самый страшный кошмар из возможных теперь вы знаете что такое страшный суд это верх раскаяние и страдания из возможных и стоят души друг при другом в молчании и понимание что нет никакого другого пути как прожить еще одну жизнь и испытать все то что нагадили на шкуре своей в новой жизни ибо нет никакого другого пути к достижению гармонии там в нашем настоящем доме можно находиться сколь угодно долго там нет времени и счастлива ибо можно создавать все что тебе за благорассудится никто никого никуда не торопит и никто никого не заставляет срочно исправляться и никто никого не варит в котлах со смолой но там не раскаешься некому принимать раскаяние кроме себя самого вот так посидев и подумав пару-тройку столетий душа отправляется снова в путешествие в тело человеческое для прохождения всех причиненных другому страданий по неизбежности облегчает все деяние лишь взгляд оттуда на жизнь человека она как сеанс в кинотеатре короткая и не так страшно оттуда смотреть как здесь в незнании да и понимание бессмертности души сил прибавляет к тому же путешествие наше тут забавное как ни крути человек бьется и стенается в страданиях но не может знать что все это выбрал самостоятельно душа сама выбирает ибо опыт теряет смысл если душа будет знать какие жизни проживала не будет опыта опыт должен происходить в незнании не будет полноты чувствования вот друзья мои что есть карма а не то что в книжках умы фантазирует засим всех вас люблю всех вас целую до новых встреч пока здравие тело и ясности ума аз есть мсущие здесь и сейчас делаю то зачем существую на экране информация о консультациях и способах связи со мной более подробная информация в описании к этому видео благодарю за внимание